С Гетсби выезжаем на Красную Площадь. А вон Ленин стоит слева, видите? Да ты пошел на лекцию по истории. Эспрессо 100 рублей, Американо 150, Капучино 200, 250. У нас в Гетсби есть для вас подарочек. Друзья, всем большой привет! Таксо, отсвечивает солнце, наверное, вам будет не очень хорошо нас видно. В общем, мы с Гетсби выезжаем на Красную Площадь. Там проходит сейчас книжный фестиваль. Если я не путаю даты с 1 по 6 июня, хотим посмотреть, что там такое творится. Знаю, что и лекции всякие проходят, ну и книг много продается. В общем, съездим, погуляем, берем вас с собой. А еще вчера мы с малышом ездили в парк Коломенска. И наконец-таки встретились с очаровательной парой Екатериной и ее собакой Гетсби. Только Гетсби у нее девочка. Такая классная, такая милая, такая красивая, мосечка. Девочка такая с характером, да, малыш? К полу тебя сразу прижала, ты, как обычно, упал, не шевелился. Она так хотела с тобой играть, вокруг тебя бегала. В общем, очень клево провели время. Давно мы хотели познакомиться. Общаемся уже очень давно. Еще до того, как у нее появилась собака, она, по-моему, как раз нашла канал, стала про все это изучать. Мне написала и свою собаку тоже назвала Гетсби. Хотя, видите, Гетсби у нее девчонка. Это имя можно применять и к мальчикам, и к девочкам. Весело провели время. Надеюсь, что будем еще встречаться. В субботу планируем поехать на Pet Shop Days, который будет тоже в Сокольниках проходить. Там будет много всего интересного. Наверняка кто-то из вас тоже туда планирует ехать. В общем, увидимся. Наболтала я много всего. Мы едем на Красную площадь с тобой. Сегодня покажем еще кое-что интереснее. Гетсби жарко, поэтому я вот так вот сверху, видите, его накрыла своей кофточкой. По-моему, не напекло. Да, мой маленький? А то жарко тебе. Куда ты встал? Тебя кочерыжку напечет, и будет солнечный удар. Мы приехали. Сейчас посмотрим, пустят нас на книжную ярмарку. Или нет. Могут хомяка не пустить. Вон какая красота. А вон Ленин стоит слева, видите? Кто внимательный, тот увидит. Погладь. Погладь. Пока. На улице такая жара, что мы нашли тень и спрятались в тенечек. Да, Гетсби? Будь здоров. Будь здоров, малыш. Кто красавчик? Кто приехал на Красную площадь, а тут такая жара, толпа. Ну что, друзья, на Красную площадь нас пропустили с собакой. Вообще никаких проблем нет. Прошли через металлоискатели. И вот мы на Красной площади. Так что без проблем можно приехать и погулять. Пойдем. Иди вперед. Что из себя представляет книжный фестиваль? Так, смотрите, вот с этой стороны у нас гум. Здесь такие шатры поставлены. Справа лекторий. Я забыла взять солнечные очки. Припекает. Здесь какая-то небольшая сцена. Видите, вот такие вот лектории. Солнце все нам засвечивает, но мы посмотрим. Вот идет какая-то лекция истории Отечества. Гэтсби, иди сюда, посмотрим, что там. Куда ты пошел? На лекцию по истории. Иди. Он, походу, тенек ищет. С левой стороны, вдоль Кума, представлены разные издательства и можно купить книжки. Идем посмотрим. Запрыгивай хомяк. Человек занимает это количество метров на жителя и надо на устопаде. Мы присели немножко отдохнуть. Гэтс, садись. И чтобы он мог сам выехать, ехать. Вот для этого он туда порядка 30 метров. Жарко, да? Сейчас пойдем водички тебе купим и пить будем. Гораздо больше места, чем красная. Жига, полоски квадратных метров, это да и теснее. Если не думают, что ему дается место, то он может так думать. Это 50 кива, конечно. В то же время типично... Эй, повернись. Гораздо больше, чем без лошадных горожанин брежно. Друзья, смотрите, здесь стоят кулеры. И можно налить водички абсолютно бесплатно. Сейчас попробую. Может, Гэтсби у меня попить захочет. А это шпиц. Ты воды хочешь попить? Там сильнее, дергай стакан. Сильнее прям. Давайте помогу. Смотри. Ну-ка, подержи-ка мой стакан. Оп. Вот, держи. Так. Вот теперь наливай. Вот как ты пьешь. Молодец. А, смотрите, есть вот такая классная локация для детей. Здесь проходят какие-то мастер-классы, обучающие, видимо, какие-то тренинги. Очень клёво. Много детей, все играют. А мы идём дальше. Все сказали, что очень даже круто, что у Гэтсби такой хвостик. И не нужно обращать на это никакого внимания. Никого это не пугает. Все говорят, что он классный. Вон тут какая большая площадка. Тоже пуфики мягкие, креслица, шатёр. Здесь у нас посерединке стоит шатёр канала Москва-24. Такой наш местный канал. Классная ярмарка. Видите, здесь тоже какие-то вкусняшки продаются. Пицца, кукуруза, бургеры, пельмени. Но я представляю, какой здесь ценник. И я думаю, что нет здесь ничего вкусненького. Вообще, вам в Москве много мест, где можно вкусно поесть за нормальные, адекватные деньги. Я вам обязательно во влогах буду рассказывать и показывать. Давайте ради интереса посмотрим ценники. Например, на кофе. Стоит вот такая вот палаточка. Какие тут цены? Эспрессо 100 рублей, американо 150, капучино 200, 250. Ну, такой нормальный для Красной Почты. Я бы даже сказала, очень демократичный ценник. Мы решили попробовать кофе. Я сначала попросила сделать нам обычный. Нам, это мне. Обычный американо. Но меня уговорили попробовать такое что-то новенькое, необычное. Это апельсиновый сок, смешанный с эспрессо, со льдом. Я сначала отпиралась, отказывалась. Но мне сказали, что если вдруг не понравится, я возьму обычный эспрессо, оплачивать ничего не буду. Вот. Поэтому на таких условиях я пошла на это. Хотя я кофе с разными сиропами не люблю. А здесь, как вы поняли, никакого сиропа нет. Здесь натуральный сок, апельсиновый, вкусный. И, в общем, мне реально понравилось. Очень круто летом попробовать такой напиток освежающий. Так вот в тенечке мы сидим. Здесь какая-то стройка, краны стоят. Как обычно в Москве идет какая-то стройка, и невозможно нормально погулять. Сейчас, пока сижу, в детстве решила пересмотреть то, что я отсняла, материалы. И вы знаете, вот когда себя видишь со стороны, как-то обращаешь внимание на свои ошибки. Мне, например, не нравится, как я проглатываю окончание, когда разговариваю вот на камеру. Например, с мальчиком я разговаривала, когда мы стояли около кулера. Если вы пересмотрите, то увидите, что я почему-то проглатывала окончание и как-то коверкаю слова. Нужно исправлять свои ошибки и следить за своей речью. Колокольный звон народу прибавляется. Сейчас у нас обеденное время. Много туристов. Много туристов с зонтиками. У них, видимо, принято ходить зонтиками. Я, друзья, хочу вам вот что сказать. Если вы не ведете свой блог, попробуйте все равно заснять себя на камеру, и вы сможете понять, как вы разговариваете, хорошо-плохо проделать работу над ошибками, исправить, подкорректировать свою речь. Это очень полезно. До того, как я начала вести свой блог, вообще снимать видео, мне казалось, что я выгляжу абсолютно иным образом. Первое время на камере я вообще себе не нравилась. И, в принципе, до сих пор я как-то смотрю некоторые свои фотки и понимаю, что мне не нравится, как я получаюсь. То есть есть вот суперфотогеничные люди, я, мне кажется, к таким не отношусь, но все равно привыкаешь к этому. И в этом есть свои плюсы. Друзья, у нас в Гетсби есть для вас подарочек. Долго я выбирала. Что же мне купить на книжной ярмарке специально для вас? И решила, что вот такой дневник путешественника многим понравится. Сейчас полистаем, посмотрим. Чтобы выиграть этот дневник, нужно просто оставить под видео комментарии и написать, как вас зовут и с какого вы города. Давайте вместе полистаем дневничок, что он у нас содержит. Имя, фамилия, телефон. Не уходи, пожалуйста, Гетсби. Пошел, пошел своей дорогой. Здесь слезнячков искать. Так, следующая страничка у нас вот такая. Что-то типа Орла и Решки. Не уходи, сейчас милиция штрафует за то, что ты тут лазишь по газонам. Так. Много всего интересненького. Красивые картинки, веселый, яркий. Возьмете с собой в путешествие, заполните. И вот у вас прекрасное воспоминание о Лете. Мне он понравился, я прям в него влюбилась. Даже несколько хотела купить. Вот такой красивый дневничок. Это у нас издательство какое? Вот, издательская группа контент. Какие-то фотки. Ух ты, и можно сюда вклеивать. Здорово. Советы. Он толстенький. Такой клевый дневник. В общем, оставляйте, друзья, комментарии. И до новых встреч!